Дорожный ремонт Дорожный ремонт Дорожный ремонт Дорожный ремонт Дорожный ремонт с Пермской городской думой, у нас отремонтирована улица Ладыгина. У нас отремонтирован Сылвинский тракт, дорога на ТБО. Ремонтом картами у нас отремонтировано 42 тысячи квадратных метров. Это большая, огромная территория Свердловского района. Плюс к этому будет отремонтировано 8 тысяч квадратных метров пешеходных дорог. Спасибо вам от автомобилистов. Я думаю, уже прозвучало где-то там за экраном. Теперь давайте про пешеходные дорожки. Спасибо, должно еще и от пешеходов прозвучать. Что сделали в части передвижения пешеходов по тротуарам? В этом году у нас за счет полученных субсидий будет отремонтировано 67 дворовых территорий. 56 в данный момент уже отремонтировано, 11 в стадии сдачи объектов. Это то есть во дворах приведены в нормативное состояние пешеходные дорожки, внутридомовые проезды, внутриквартальные проезды, парковочные карманы, проведено кранирование деревьев. В зависимости от того, что жители пожелали сделать на общем собрании, на общедомовом собрании. То есть активность жителей определяла, придет ли в их дворы строительная техника? Конечно, в первую очередь, как раз влияние жильцов многоквартирных домов. Они обращались в управляющую компанию, управляющая компания обращалась в администрацию района. После этого в рамках выделенных субсидий вместе с депутатом Пермской городской думы, действующей в этом округе, определялось приоритетное направление ремонта. Вместе с жителями выделялись деньги и приступали к работе. Какой ТОС вы бы похвалили больше всего? Потому что все-таки именно ТОСы очень часто определяют все эти работы, да? Наверное, не ТОСы. Больше в данной ситуации ТШЖ и ТСН. А, да? Да, они как бы, у них более, видимо, точечная история, поэтому они, есть ТСЖ на улице Гусарова, они вот уже приступили даже к озеленению своей территории. Они в этом году высаживали цветы, то есть уже озеленеяли. Готовятся к юбилею изо всех тела. Так, ну что ж, давайте тогда еще расскажем, что у вас есть ведь соглашение с бизнесом, чтобы они помогали содержать прилегающую территорию. В чем, как вы разделили там полномочия и чем лучше от этого района? Собственники любых зданий и сооружений, находящихся на муниципальной территории, им предложено эту муниципальную территорию, то, что находится вокруг, приводить в нормативное состояние, то есть благоустраивать. И вот в рамках такого 112-го распоряжения, как мы его называем, подписанного главой администрации города Перми, в Сырловском районе, можно похвастаться, заключено уже 108 соглашений. 108 соглашений. Есть такие вот примеры, как, например, компания «Каскад», которая питьевой водой занимается. Они все 24 своих участка, где у них находятся эти пункты раздачи воды, они прилегающую территорию взяли под благоустройство. Есть положительный пример гипсополимера. 20 тысяч квадратных метров вдоль реки Данилиха они взяли и будут благоустраивать. То есть и бизнес, и предприятия идут навстречу. Все понимают, что эстетическое состояние района в их руках. Хочется жить в красивом месте. Правда, всем. Ну что ж, если о красоте говорить, ведь сезон-то вы начали как раз с эстетических устремлений. Вы уничтожили все вот эти каракульки учебные граффитистов городских. Мы постарались их уничтожить. Весной, когда погода уже позволила работать с моющими средствами, позволила работать с красками, общественники, администрация района вышли на улицы и постарались все центральные улицы района привести в нормативное состояние. Это улицы Куйбышева, Сибирская, Комсомольский проспект. Закрасить от несанкционированных граффити. Ну, я это граффити, наверное, вряд ли могу назвать. Это просто каракули неудавшихся художников, видимо, от слова «худа». Мы постарались это сделать, и все лето мы следили за этой историей. Старались, что они, как бы мы ни старались, они все равно появляются. Поэтому хотелось, пользуясь случаем, обратиться ко всем жителям, не быть равнодушными, обращать внимание на то, что творится вокруг, останавливать этих людей, проводить профилактические беседы со своими детьми, которые тоже иногда рисуют на этих сетях. Надо сказать, художники, учитесь в другом месте, а вот с уличными художниками, которые уже представляют граффити как искусство, может быть, есть смысл договориться, правда? В рамках проведения 80-летия мы как раз и проводим эту работу. Прекрасно. У нас есть территория, где можно хорошо нарисовать красивые вещи. Да, и они ведь украшают, правда же. Андрей Иванович, и в завершении нашей беседы, вот три слова буквально, ваше пожелание жителям на будущий сезон. Как готовиться, чтобы и в их двор пришел ремонт, и их дорожку отремонтировали? Уважаемые жители Свердловского района, не будьте равнодушными. Обращайтесь в администрацию района, обращайтесь к депутатам Пермской городской думы, уже нового созыва, и составляйте план действий. Обращайтесь в ТОСы, будируйте ситуацию, и в ваш дом тоже придет ремонт. Ремонт и красота. Итак, с грядущим юбилеем хочу вас поздравить, Андрей Иванович. Спасибо. Пусть район процветает и хорошает, и вам сегодня удачного дня. Спасибо большое. Вам, уважаемые, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был глава администрации Свердловского района Перми Андрей Усов.